Здравствуйте, коллеги! Спасибо организационному комитету за приглашение. Я буду сегодня говорить об инновации в науке и какую роль научные инфраструктуры играют в развитии науки. Инновация очень важна, потому что она способствует экономическому росту и созданию рабочих мест. Инновация приводит к повышению конкурентных способностей не только в региональном, но и в национальном масштабе, помогая ввлечать социальные или экологические проблемы. Но очень важно знать, что взаимодействие инновацией варьируется в зависимости от стадии разработки этой инновации. Потому что более ранние стадии инновации, они в принципе частичные. Они в основном направлены на адаптацию каких-то уже существующих технологий, может быть, зарубежных, может быть, своих. А промежуточный этап инноваций, он в основном консолидированный, который улучшает предыдущие какие-то направления, которые уже есть, какие-то творческие новые идеи, которые повышают возможности уже существующих каких-то изделий, но на много раз. А последняя стадия, она поздняя стадия, которая основная, в принципе, по технологиям. И вот при этой стадии получаются абсолютно новые и абсолютно независимые идеи, которые конкурентоспособны и сами по себе. И новые, вот если мы будем говорить про медицину, но новые методы лечения или новые методы диагностики, которые сами по себе являются уже продуктом. Инновация, она создаётся особенно в медицине поэтапно. И начинается с того, что получается вопрос, это как бы этап 0, этап 0. И эти этапы называются таймами Т1, Т2, Т3, Т4. И вот после Т0 появляется именно открытие, открытие какого-то диагностического молекуля или открытие какой-то системы и так далее и тому подобное. После чего вот эта кандидатура вот этого молекуля или этой новой системы вот сужается. И она начинает использоваться во время фазы 1-2 клинических исследований или просто эвиденцных исследований. И именно после вот-вот кандидатной вот этой специфических исследований у нас получается следующий этап, который практически, который даёт нам вырабатывать практические рекомендации, основанные на доказательствах, которые у нас появились после Т1 и Т2. После этого на следующем этапе у нас уже бывает регистрация какого-то препарата или какого-то диагностического кита и практика здоровья, которая после какого-то периода может привести к последнему циклу, этот Т4, при которой мы можем уже посмотреть на воздействие на здоровье общего населения, как это влияет. И вот именно эти цикли, они очень важны в здравоохранении и в инновации в здравоохранении, потому что если не пройти эти циклы, то мы не будем иметь хорошие препараты действительно, и мы не будем иметь безопасные препараты или безопасные диагностические какие-то разработки. Когда медицинская инновация, она, конечно, случается во всех странах, и при этом задача очень чёткая такая, по международной гармонизации медицинских исследований или медицинского процесса инновации, потому что у нас есть несколько очень важных правил, которые нужно соблюдать. Первый – акцент на безопасность лекарств и диагностических каких-то материалов после испытаний. Второе – нормативные проблемы иногда бывают между странами, что вот эти нормативные правила, они бы были больше сближены друг к другу. Мы увидели это при COVID-19, при регистрации вакцин, что очень хорошие вакцины могли быть не зарегистрированы или зарегистрированы позже, только в качестве лекарственного препарата для человека, только потому, что косты были разные. Ещё очень важно говорить о стандартах принятия данных клинических испытаний, потому что они тоже имеют очень большое влияние на решение, хороший это препарат или проходит. как бы если упростить. И очень важно, чтобы обмен данными был очень-очень строго контролируемый и конфиденциальный. И при этом нужно, что все интернациональные регуляции по этическим нормам при работе над человеческим материалом сохранялись. И это всё довольно-таки нелегко, потому что заранее иногда ты не знаешь, через пять лет с какой страной ты будешь работать и какие будут через пять лет, например, в законы, потому что вот в Европе GDPR приняли закон европейский, который пять лет назад или шесть лет назад никто об этом не думал. И получается, что нужно всё время читать, всё время быть как бы и на чеку, и быть активным, и работать с такими комитетами, и работать, иметь с отдельными группами, чтобы узнавать, как и что. И это, конечно, большая задача, большой челлендж. Инновация, она не только интересная, она не только душезахватывающая, она не только активная, она ещё и прибыльная. И поэтому в одном из своих докладов Европейская комиссия написала вот эти строчки, которые я попытаюсь сейчас привести для вас. Они написали, что в меняющемся мире, характеризующемся, ускоряющейся глобализацией исследований и технологий и проявлением новых научных и технологических держав Европейское исследовательское пространство более чем когда-нибудь является фундаментом европейского общества знаний. Но это не только про знания, но и про общество само и про возможность продвигаться вперёд. Инновации, они должны быть частью стратегического развития. И основная цель стратегического развития должна быть инновационным методом найти и создать как краткосрочные, так и долгосрочные возможности для вашей организации или для группы лиц, или для какой-то фирмы, или для региона, или для страны. Эти возможности должны приносить пользу не только вам, но и вашим сторонникам, клиентам, обществу, стране и так далее. Организации, которые обеспечивают ценность, защит инноваций, остаются в бизнесе и процветают. Вот таких вокруг нас очень много. Если вы подумаете, вы согласитесь со мной. И университеты, которые имеют высокий, высокий исследовательский и инновационный скор, они имеют более высокий рейтинг, лучше публикуются и зарабатывают больше денег. При этом стратегическое развитие, оно должно пойти в двух направлениях. Независимое стратегическое развитие и конкретное или зависимое стратегическое развитие. Если в одном случае вот при независимом это зависит от интересов или от возможностей от организации, в данном случае, наверное, университета или больницы. В другом случае у нас получается, что развитие, оно базировано на политических интересах региона или страны. или если это мультинациональный какой-то концерн на интересах вот этого концерна. И если вот взять и привести вот эти две стратегии инновации вместе, то получится, что инновационный процесс, он может быть базирован на стратегии конкретного государства, региона и так далее, и тому подобное. И его можно стратегически так развивать, что инновация была абсолютно не только возможным, но и неоспоримым эффектом этого стратегического развития. При этом нужно знать, что стратегическое развитие, которое базируется на инновациях, оно делается поэтапно, оно планируется поэтапно. И первоначально это вот рекомендации от министерства, от департамента здравоохранения, от корпоративного центра и так далее, и тому подобное. Второе, что очень важно, это планирование на бизнес-уровне. В данном случае бизнес-уровень не обязательно в какой-то корпорации, а бизнес-уровень это уровень, который именно делает работу. Активные люди, которые активно превращают идею в реальность. Следующий этап, он про интеграцию вот именно планов на общем уровне, на корпоративном уровне. Если вот мы будем говорить про биобанк, то он должен быть интегрирован в, например, лабораторию или в общую систему больницы, или в общую систему сети больниц, или в национальную какую-то систему. Значит, вот интеграция этой системы, и последнее, это финансовые и стратегические цели, которые должны быть согласованы и должны быть, вот, должно делать мониторинг. Ну, звучит трудно, но это очень легко и это очень логично. И если вот сделается правильный выбор вот стратегического планирования, то никакие инфраструктуры не бывают дорогими. Я очень часто в России слышу, что, ой, инфраструктура биобанкинга или инфраструктура каких-то молекулярно-биологии, генетики такая дорогая. В принципе, никакая инфраструктура, она не дорогая. Планирование, почему вам эта инфраструктура нужна и как вы это свяжете со всем тем, что вокруг вас происходит. Если сделать всё правильно, то всякая инфраструктура, она может принести намного больше пользы, нежели вы внедрили в неё. Роль стратегического планирования особенного исследовательской инфраструктуры, к сожалению, она не очень воспринята. Но стратегическое планирование может играть очень важную роль в вашей планировке. Она может играть несколько ролей в организации. Во-первых, формулирование стратегии, это средство, с помощью которого вашей менеджеры могут понять стратегические вопросы, которые вы пытаетесь решать такой инфраструктурой. Во-вторых, они могут коммуницировать именно эти стратегические цели тем инстанциям, которые вам уделяют эти деньги на инфраструктуру. Во-вторых, возможность имения исследовательской инфраструктуры даст вам возможность продвигать обучение и получать больше, намного лучше работников, намного высококачественных студентов и так далее. Координация стратегии именно в бизнес-уровне, в рамках общей как бы скажем так стратегии например всего университета или всей больницы очень интересный момент, потому что вот вдруг когда у вас получит будет новая аппаратура вот новая инфраструктура вдруг окажется еще много людей которые вы знали работают примерно над тем же и вы не знали об этом они придут и захотят использовать вашу инфраструктуру и что очень важно вот коммуникация вот именно этой стратегии и согласование целей или стратегических каких-то вот directions которые у вас есть с вашим начальством и согласование всего этого с стороной которая финансирует все ну конечно разработка такой инновационной стратегии имеет еще и проблемы и вызовы ну например что очень часто встречается я очень часто вижу процессы разработки которые вот прям несколько направлений их несколько большинство организаций разрабатывают вот маленькие группы каждой своей стратегию и пытаются не работать вместе второе что может вот случиться это когда в организации не существует единственного правильного способа разработки стратегии или единственной цели и при этом контекст может иметь большое значение потому что если тот же анализатор нужен пяти разным группам исследователей в одной и той же больнице или в одном и том же университете то они будут пытаться каждый поставить эту аппаратуру к себе в лабораторию они вот к соседям и что еще очень важно и над этим нужно подумать что организационная амбидекстрия это вот когда использование существующих возможностей не использование существующих возможностей через изучение новых возможностей значит у вас в принципе вы еще не использовали то что у вас есть пытаетесь получить что-то новое что к сожалению тоже очень часто бывает и при этом не важно сколько ты собираешь или сколько инфраструктуры ты имеешь потому что она может быть не видна и может не работать и при этом я очень часто люблю приводить пример вот президента вот биденкенсерин из отив Грега Симона который сказал если вы думаете что сбор человеческих образцов связан с накоплением вы делаете что-то не так потому что не важно сколько у вас проб не важно сколько у вас образцов важно сколько образцов или сколько процент ваших образцов вы используете в исследовании в инновации и сколько процент вот входит в такие инновационные процессы где под конец у вас будет или лицензия или патент или новый препарат при этом очень важно узнать своих конкурентов узнать маркет значит рынок и узнать кто и как работает и как большие сервисы и ваши как бы продукты вот соответствуют этому рынку и вот тут вы видите пример анализа рынка для одного биобанка вот биобанка которого я создала и тут мы не только работали над тем как биобанк вот по отношению к другим биобанкам а мы работали как сервис своего биобанка какой сервис лучше какой сервис в каком направлении нужно развивать это нужно делать все время потому что если у биобанка не будет или у какой-то какого центра исследовательского не будут новые идеи инновационные сервисы инновационные разработки то скорее всего они долго не будут жить очень часто как инструмент используется свод анализ для определения основной стратегии и при этом свод это слово которое из strength что сильные стороны weaknesses слабые стороны opportunities которые возможности и threats как бы угрозы и при этом если вот взять и действительно дискутировать в группе работников то можно действительно как бы особенно угрозы и слабые стороны можно с ними работать и не только можно еще и использовать сильные строжные возможности быстрее развиваться и быстрее войти в инновационный процесс тут вот именно пример одного такого анализа для одного пиобанка где помогало им создать стратегический план где например один из сильных сторон это то что у них очень много пациентов и пациенту доверяют врачам и например из слабых мест то что у них этический комитет он то есть то нет он непостоянный и непостоянный и в их решениях вот например если угроз это например политическая угроза которая с сегодняшнего на завтрашний день может все поменяться в политике они не могут иметь право работать вот такие вот вещи но есть вот вы видите это красные и черные вот красное написано то с чем вот нужно знать но невозможно работать а вот черным написаны те моменты с которыми можно работать и с которыми можно инновационный процесс ускорить в биобанке при этом после такого анализа пишется стратегический план где вот именно во-первых пишется видение каким мы хотим быть через 4 года или через 10 лет в зависимости от того как вы решаете еще из-за явления о миссии какая миссия у вас цепочка значений значит цепочка как вы будете доходить до того что ваш инновационный процесс как бы привел плоды и именно вот стратегия как вы к этому придете ну и при этом когда делается стратегический план именно пишется таким таблиарным способом что вот с одной стороны берется вот слабые места и угрозы с другой стороны берутся сильные места и возможности и как бы они встречаются друг с другом и какая стратегия что бы ты сделал если мыслей и при этом приходят очень интересные мысли которые потом помогают вот науке очень быстро развиваться хотя и вот этот способ он впервые пришел не из науки а из индустрии но оно помогает науке очень быстро развиваться и очень быстро приносить плоды и поэтому например биобанкрация имеет больше чем 25 патентов которые уже приносят деньги не считая тех которые еще на бумаге еще не приносили деньги но так как это очень много было вот в этом в этой табулярной форме написано я вам могу назвать самый важный фактор для успешной работы биобанка которая приведет к инновации но это связи с общественностью для биобанка важно доверие доноров это очень важно сотрудничество с внутренними и внешними партнерами потому что биобанк один не может выжить биобанк если он неиспользуемый широко в семье вокруг работающими исследователями то вы что-то делаете неправильно потом очень очень важная часть это инфраструктура для обеспечения качества и управления в том числе и управления данными и в этом случае я должна сказать что это очень очень прямо зависит и даже из компаний которые вы покупаете если вы покупаете 2-3-4 части как эти компании с друг другом работают и лучше бы купить все в одном месте наверное но это в зависимости от того как вы все делаете инфраструктура она настолько важна что она уже стоила нескольким биопанкам много лет непродуктивной работы в том числе и управления данными потом исследования связанные с биопанкингом самим значит вот например качество своих собственных образцов и так далее потом непрерывная оценка результатов исследования с использованием биопанкингских образцов и как бы расчет фактора успеха потому что многие биопанки они считают свои образцы и говорят вот мы такой большой биопанк но в принципе если вы такой большой но это не книги они второй раз не прочитаешь даже первый раз не прочитаешь если образцы и данные в биобанке неиспользованные то биобанк значит неуспешный значит вы делаете что-то неправильно нужно использовать и и что очень важно при этом чтобы ресерч инфраструктура вот именно исследовательская статура инфраструктура была бы успешной нужно все время анализировать вот вокруг заинтересованные стороны что они хотят как они хотят но в данном случае мы это сделали с биобанком я не хочу его назвать который клинический биобанк и создали три разных сфер вот очень очень дальняя которая например население этого региона и так далее потом примерно ближняя и сам биобанк и в том примерно ближняя тоже есть какие-то группировки вы видите и это поможет вам если вы сделаете такой анализ то поможет вам как бы иметь стратегию как с кем обращаться каких ваших вот заинтересованных сторон привести друг к другу и это поможет вам быстрее прийти к инновационному процессу и быстрее прийти к реализации вашей миссии значит очень часто в биобанках используется метод вот стенарного планирования и это инструмент который в принципе используется в политике для планирования на случай неопределенности в будущем вот если что-то пойдет не так но этот процесс ну как бы постулирует несколько информационных правоподобных и воображаемых альтернативных возможностей будущего в которых могут быть реализированы какие-то решения как если что-то произойдет ну что с этим делать это делается с целью изменения текущего мышления в основном она не делается чтобы вы были готовы если что-то произойдет но это не риск менеджмент это делается с целью вот потому что особенно в науке если люди работают больше двух лет в одном направлении то новые идеи к ним не приходят потому что они вот уже у них рефлекс делать то же самое все время и забывается вот момент инноваций и поэтому вот чтобы выйти из текущего мышления и подумать как бы out of box это очень помогает если вот начинаете развивать какие-то сценарии это помогло даже Эйнштейну в свое время так что и вам поможет это что что в а а и Продолжение следует...